Продолжаем разбирать Simplex Chat. Ссылка на первое видео в описании. Значит, кроме того, что здесь можно писать, здесь можно звонить. Также по зашифрованному каналу. И совершать видеозвонки. Я говорил, что тут есть все, что нужно, а чего не нужно, здесь нет. Клик по имени в шапке открывает настройки. Тут неявный перевод – предпочтение контакта. Это на самом деле настройки чата. Независимо, что разрешает контакт, если вы запретите что-то, например, реакцию на сообщение, действовать будет у обоих. Ну и безусловно важная функция – исчезающие сообщения, то есть таймер автоудаления. Настраивается тонко, секунда, минута, часы. Настройки нужно сохранить, в чат придет уведомление, что вы изменили настройки. Автоудаление важно еще и тем, что удалив чат целиком, потом покажу как, вы не удалите его у вашего контакта. Там все останется. И даже при удалении отдельного сообщения, если выставить удаление у обоих, есть странный момент, что оно не сразу удаляется и можно все-таки прочитать, что вы писали. А вот при автоудалении сообщения удаляются у обоих и сразу. Так, что касается чатов. Тут можно, как я уже говорил, удалить, ну тут написано контакт, но правильнее удалить чат. Чат удалится только у вас, но написать вам в этом чате контакт уже не сможет. То есть все, это мертвый чат. Далее можно, ну тут все понятно, очистить чат, то есть останется, но удалятся все сообщения. И тут можно добавить чат в избранное. Фильтр включается вот по этой кнопке. Ну сейчас тут других нет, не видно. Давайте уберем из избранного. Нажали кнопку и остались только чаты, добавленные в избранное. Ну и все. Остался поиск. Здесь поиск по чату, а здесь поиск по контактам. Внутри чатов он не ищет. И переходим в настройки. Пробежать по всем я не смогу, но тему конфиденциальности и бэкапов нужно рассмотреть. Значит у нас есть адрес Simplex, если вы установили его в начале. Условно он содержит информацию о вашем имени, нике и аватарке. Если вы будете что-то из этого менять, новая информация отобразится у ваших контактов. Ну тут как бы все сложнее, но давайте на этом остановимся. Наличие или отсутствие адреса Simplex не влияет на конфиденциальность. Напомню, тут нет User ID. Если вы не хотите светить свое имя или аватарку, то вам не нужно удалять Simplex адрес или заводить новый аккаунт, а нужно просто включить режим инкогнито. Тогда, обмениваясь контактом с человеком, вы будете у него проходить под каким-то случайным именем. Никак не связанным с вашим аккаунтом. Поскольку еще раз, каждый новый чат здесь, это по сути новое устройство. Потому что никаких устройств тут нет, поскольку нет User ID. Вот в данном случае мой контакт у себя также включил режим инкогнито. И вот под таким именем он проходит у меня. А я у него прохожу вот под этим именем. У себя, чтобы понимать с кем вы общаетесь, вы можете придумать какой-то ник. Человек будет проходить у вас под этим ником. Ну то есть по сути вы можете спокойно общаться в Simplex чат со своими контактами. И если вам понадобится предельная конфиденциальность, не нужно заводить новый аккаунт, переключать аккаунты. Просто включайте режим инкогнито и отправляйте ссылку на чат. Для пущей надежности можно работать из-под VPN. А еще тут есть, встроенная причем, возможность работать через Тор. Но я ее пока не пробовал. Может быть сделаю продолжение и расскажу уже о хитростях. А сейчас вторая по важности фича после режима инкогнито. Backup. То есть перенос данных. Понятно, что вы не сможете здесь, как например в Telegram, восстановить свой аккаунт, контакты и чаты, если потеряете устройство или удалите Simplex чат. Аккаунта у вас тут нет. Но есть резервная копия данных. Которая хранится в зашифрованном виде и переносится на другое устройство в один клик. Для того, чтобы скачать бэкап, нужно сначала остановить чат. Потом установить пароль базы данных. У меня тут нужно указать текущий пароль, потому что я его уже устанавливал. У вас будет только задайте пароль подтвердить. Экспорт. Сохранили, спрятали в облаке. Удалили данные чата. Это по сути обнуляет Simplex чат. То есть он становится девственно чистым без единой переписки. Опасность миновала. Делаете импорт архива. Ну там надо сначала завести аккаунт. Заводите любой, это не важно. Значит выбрали где хранится бэкап. Ввели пароль, все восстановили. Все контакты и сообщения чатов. А, и не забывайте заново запускать чат после этого. И теперь полушутка-полупритча, почему я считаю, что у ребят высокий потенциал. С этого начинался первый скринкаст. Значит, он запрещает записывать скринкаст с экрана. Как и большинство защищенных мессенджеров или, что чаще, тех, что пытаются выдать себя за защищенные мессенджеры. Ну то есть нет чего они не защищают, но экран записывать нельзя. И только здесь я впервые встретил кнопку, которая отменяет этот запрет. Эта функция понадобилась единственный раз и возможно только мне, чтобы записать этот скринкаст. Но такая функция тут есть. А если разработчики позаботились обо мне, то и я их, конечно же, всей душой поддерживаю. Ну и кроме шуток, действительно очень перспективный мессенджер. Надеюсь, что наполнится контактом. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.